Пчеловодством семья Андроповых начали заниматься пару лет назад. За это время успели узнать много нового о профессии и получить неудачный опыт. Продолжить дело помог социальный контракт. Подвернулась так, что приехала к нам в школу соцзащита и рассказала об этом контракте. Я, честно говоря, не поверила. Это было просто таки идеальные условия. Ну и решили попробовать. Мы приехали, нам все объяснили. Мы недолго задумывались, собрались из воровки. Как раз-таки до этого я уже занималась пчеловодством. Яна многодетная мама. Старший Никита служит в армии. С мужем и остальными детьми Яна живет в селе Подкоров Катерингульского района. Благодаря соцконтракту семья приобрела ульи, пчел и весь нужный инвентарий. Содержат насекомых на заднем дворе. У меня стоят пять рядочков и один. Все должны смотреть на восточную сторону. Желательно на восточную сторону. Когда солнышко встает, они тоже все просыпаются и начинают. И до позднего вечера они летают, собирают весь нектар цветочков и несут домой, перерабатывают его и складывают. Яна признается, с пчелами надо дружить. Они хорошо чувствуют настроение людей, а страх не в чести у маленьких питомцев. По словам хозяйки, важно не бояться и уделять должное внимание каждой пчелиной семье. В том числе подкармливать и лечить, когда это необходимо. Родителям пока помогают старшие дети. Младшие Саша и Маша к жужжащим соседям пока не подходят. Однако мед обожают. Пчелы кусаются. Мы их боремся очень. А старшие помогают? Старшие да. Когда мы будем большими, мы будем помогать маме с пчелами. Социальный контракт мероподдержки, действующий в регионе, уже пятый год. Только за прошлый 2019 год в Ульяновской области заключили 745 подобных соглашений. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ